Колокольный звон у Благовещенского собора. Это значит наступил большой православный праздник. Сегодня день обретения казанской иконы Божией Матери. Праздник, который отмечает весь православный мир. Главные торжества проходят в одноименном воссозданном соборе. Верующих поздравляют первые лица республики. Сегодня у нас большой праздник, я говорю, у нас. Поэтому явление иконы, она появилась здесь. И для нас большая честь. Самое главное – просветание России. Мы живем в непростое время, и только единение всех нас даст тот результат, который мы обязательно достигнем. Надо же было. 444 года тому назад здесь случится явление иконы казанской Божией Матери. Это Божий дар. То, что вот сегодня в таком соборе, на весь появление, такая обстановка, прекрасно высмотрится все. Это и есть счастье и радость житья и бытья. Одно из главных событий этого дня – крестный ход. Накануне прошло всеночное бдение, а утром торжественный молебен, после которого верующие и духовенство, как республики, так и страны отправились в пеший путь по историческому центру города. На священнослужителях голубые рясы. У участников рубашки и платки этого цвета. Лазурный считается цветом Богородицы, поэтому сегодня верующие стараются подбирать одежду под праздник. Как, например, семья Шашмаревых из Иркутской области. Впервые в Казани. Мы планировали так отпуск, чтобы к 21 числу попасть в Казань, посмотреть ваш прекрасный город и попасть именно на празднование Казанской Божьей Матери. Тысячи верующих идут от Благовещенского собора по улице Батурина, Карла Маркса, Неславского, чтобы завершить крестный ход на территории Богородицкого мужского монастыря. Именно здесь 444 года назад девочкой Матроной и был обретен этот чудотворный образ, ставший одной из самых почитаемых святынь в православном мире. Считается, что обнаруженная в 1579 году Казанская икона Богородицы не раз спасала Россию от бед. У нее молились Минин и Пожарский. Перед освобождением Москвы от поляков с ее образом столицу облетали во время Великой Отечественной войны. Казанская икона считается заступницей России и покровительницей ее восточных рубежей. Смутное время, в принципе, закончилось под знаменем Казанской иконы Божьей Матери. И через ее явление здесь, в Казани, и сама Казань стала настолько известной, что она развивалась во многом благодаря тому, что эти тысячи и тысячи паломников приходили к Божьей Матери. В свое время мне Митимир Шарипович сказал, что 70% дохода города Казани составляли паломники, которые приезжали сюда. Для верующих Казанская икона Богородицы, одна из главных ее изображений, есть почти в каждом доме и храме. У многих с ней связаны личные истории. Покровительница наша от всех забот, в первую очередь к ней. Сама я от этого образа несколько раз получала такие интересные вещи, то есть это фактически чудеса были. Второй год приезжаем на крестный ход и на этот праздник, потому что особо почитаемые иконы и в Сибири у нас. И вообще для всей России, мне кажется, это такой образ, который вдохновляет, воодушевляет. На главной службе в соборе 25 архипастерей Русской Церкви. Звучит стих о Казанской иконе Божьей Матери, написанной еще в Первую мировую войну. Казанская икона, она чтится по всей Руси и известна в Беларуси. У нас много списков есть Казанской иконы Божьей Матери. Очень трогательная, назидательная история явления чудотворного образа. Поэтому важно, чтобы была связь с первообразом, чтобы была историческая связь, духовная. Здесь Рустам Яниханов, Ментимир Шаймиев и духовенство страны возложили цветы к месту погребения митрополита Феофана, который был инициатором воссоздания храма. Сегодня праздничные службы прошли практически во всех храмах Татарстана. Также запланированы десятки мероприятий, концерты, выставки, фестивали и ярмарки. Амель Шайдуль, Наталья Миндубаев, ТНВ, Казань.